МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро, дорогие мои зрители! Надеюсь, что вы сегодня проснулись в прекрасном расположении духа, ведь на дворе начало лета чудесное теплое время. Не случайно, наверное, именно в начале июня мы отмечаем самый добрый профессиональный праздник День социального работника. Когда человек остается один на один со своей болью, страхами, зачастую не имея возможности не то чтобы идти на улицу за хлебом и лекарствами, но даже передвигаться по квартире. Именно эти люди становятся единственным связующим звеном с внешним миром, надеждой на завтрашний день. И еще социальный работник – это отдушина для одиноких стариков, которым очень не хватает человеческого общения и внимания. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить этим людям. Они, как никто другой, этого достойны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юлия Данилова только что посетила свою подопечную в Нижнем Чове. Потом привычно прыгнула в автобус. Следующая клиентка живет на Советской. Но сначала надо забежать в магазин, купить продукты, все по списку. А еще больного человека надо будет уговорить принять лекарства, успокоить, накормить и бежать дальше. Ее уже ждет другой одинокий человек. Каждому нужен свой подход. С каждым разговариваешь. Подход ищешь к каждому свой. А так, нет, никогда не ругаемся. Я уже что, давно их обслуживаю, они уже все родные мне. Когда в отпуск ухожу, не хотят, чтобы другого какого-то человека приходил. Все хотят, чтобы я приходила. Со стороны может показаться, что люди выполняют обычную домашнюю работу. Магазины, аптеки, покормить старика или ребенка, помыть, постирать. Все у нас женщины. Труд их требует больших сил и усилий. Потому что есть у нас на обслуживании мужчины, есть женщины, которых нужно некоторым, которые больные, и помыть в ванной, и помочь встать, и куда-то проводить. То есть нужны физические силы. И вот наши хрупкие женщины выполняют это все. И я всегда удивляюсь, поражаюсь тому, что они выполняют. И я даже, можно сказать, горда тем, что я работаю в этой сфере, что знакома с такими людьми. И очень много благодарностей приходит от обслуживанных, от их родственников, что есть такие люди, которые им помогают. Которые приходят в трудную минуту и помогают в любой момент. Убраться в квартире, пробежаться с сумками – это одно. А сколько времени и сил надо для того, чтобы постоять в очереди за субсидиями, по оплате коммунальных услуг или к врачам. И при этом не раздражаться, не хмуриться. Легко и с улыбкой идти к подопечному и ни в коем случае не показать усталости. У Юлии это получается. И поэтому в свой профессиональный праздник она вместе с коллегами получает маленькую компенсацию своих душевных затрат, почетную грамоту, торжественный выход на сцену и аплодисменты. У нас работают, наверное, особенные люди. И ценности нашего коллектива именно в людях. Потому что не каждый человек может работать в социальной сфере, а работать социальным работником. Это люди с особыми душевными качествами. То есть им присуща доброта, милосердие, забота, трудолюбие, терпение. Поскольку клиенты бывают разные. В общем-то задача человека – помочь. Мы ведь обслуживаем обычно тех людей, у которых нет родственников. Или есть родственники, они далеко. Бывают случаи потерянной связи с родственниками. Человек остался один. Ему ведь, кроме того, что он не может что-то сделать физически, ему нужно еще и дополнительное общение. То есть его надо выслушать, ему надо что-то посоветовать. Ну, у нас социальные работники часто бывают отдушины в мире для этого человека. Поскольку зачастую он вообще не выходит из дому. Социальные работники, специалисты по социальной работе сталкиваются с такими трудностями, как работают с трудными семьями, с трудными подростками. Зачастую сейчас родителям бывает либо безразлично на детей, либо в силу своей занятости, потому что они зарабатывают деньги, они не проявляют должного внимания к детям. Дети остаются без присмотра. Ну и кроме этих трудностей с работников еще возникают трудности, конечно, в работе. Потому что люди, ну, безразличные люди встречаются на пути, вот, к которым обращаешься помощь, но, к сожалению, не идут навстречу. Ну, думаем, что таких людей мало, поэтому... А работаем мы, почему в такой отрасли? Вот я, допустим, уже 12-й год. Потому что, когда год отработаешь, ты с этим потом живешь. Вот. В этих семьях, с этими детьми, ты становишься частичкой их, и они тебя, поэтому ты начинаешь о них заботиться, болеть, дома домой придешь, переживаешь. Вот. Поэтому трудно уйти и понимаешь, что ты этим людям нужен. И это, наверное, главное. Спасибо огромное. На самом деле, это большая честь, получить такой подарок. Ну, ничего не ценно, как сотрудничество с вами, поэтому это для меня и для нашего отделения учреждение дороже. Поэтому спасибо вам огромное. С вами работа интересная. Вы слышите, видите, замечаете, чувствуете. Это здорово. Всех с праздником. Есть и термин, так сказать, психологическое выгорание. Но в связи с тем, что у нас достаточно сложная психологическая работа, то есть большая нагрузка, то, во-первых, я хочу сказать, что вот те люди, которые работают, они в душе, наверное, психологи. Понятно, что у них нет психологического образования, но есть люди, которые, в общем-то, способны к этому. У нас же есть термин «выплакаться в жилетку». Это люди, которым можно поплакаться в жилетку. Это вот свойство их характера. Ну, и у нас есть психолог, который… Мы пытаемся, во всяком случае, периодически, чтобы наш психолог работал с нашими работниками, чтобы вот это напряжение, эту эмоциональную перегрузку снимать. Психологи, юристы, консультанты по всем вопросам день за днем ведут прием пожилых людей. Не устают разъяснять им права и льготы. В каждом городе и районе есть центры дневного пребывания. Сюда приходят пенсионеры и инвалиды за здоровьем, общением, пониманием. И здесь же их встречают доброй улыбкой соцработники, медсестры и организаторы. В цивилизованных странах проблема заботы о пожилых людях и инвалидах решается на высоком уровне. При этом по уровню престижности профессия социального работника находится на третьем месте после профессии врача и учителя. Соответственно, и зарплата у них посолиднее. В последнее время на нашу социальную службу стали обращать больше внимания. И будем надеяться, что ситуация изменится в лучшую сторону. А пока мы поздравим от всей души тех редких людей, которые пока за очень небольшую плату отдают одиноким больным старым не только свое время, но и душу. А сейчас, по традиции, мы передадим слово Дарье Шучалиной, главному редактору газеты «Красный знамя Севера». И она поведает нам о том, чем живут и что волнует наших активных пенсионеров, с чем они обращаются в редакцию. Ну, пожалуй, одним из самых, можно так сказать, ярких событий последних недель среди ветеранов нашей республики можно называть спортивный слет, который прошел в Соктовидинском районе. Значит, представители ветеранского сообщества рассказали «Красному знамени Севера» о том, как прошел вот этот замечательный слет, поделились впечатлениями, мы порадовались за пенсионеров, потому что они в течение дня сражались в таких своих таких жестких спортивных баталиях, причем по самым разным видам спорта – это и бег, и дартс, и футбол, и шашки. То есть совершенно разные направления, которые требуют и хорошей физической формы, и хорошей, скажем, такой мозговой активности. Но, собственно говоря, главное, что такие виды спорта позволяют представителям старшего поколения, скажем так, испытывать вкус к жизни, соревноваться друг с другом, а, соответственно, общаться, ну и, конечно, показывать пример нашей молодежи. Ведь не секрет, что подрастающие поколения сегодня вообще понятия не имеют, что такое шашки, что такое шахматы. Уж не говоря про то, что о футболе они знают только смотря по телевизору, лежа на диване с бутылкой пива и так далее. Поэтому, безусловно, мы посвятили много места в газете репортажу с этого слета. И более того, мы очень надеемся на то, что представители ветеранского сообщества других городов и районов республики прочитают в нашем издании этот замечательный репортаж, вдохновятся и решат у себя на местах провести вот такого же рода мероприятия. Никаких особых затрат для этого не требуется. Тем не менее, и впечатления, и эмоции, и положительный опыт настолько, скажем так, зарядят вообще всех сельчан, всех горожан, что я думаю, такого рода праздники могут стать уже, скажем так, одной из визитных карточек именно ветеранской общественности республики. Поэтому очень надеюсь, что пример Соктовидинского района окажется востребован во всех остальных муниципалитетах республики. Ну что сказать, молодцы соктовидинские пенсионеры. В очередной раз дали форум молодым. Вы ему скучаете, а нам не до этого. На этом, дорогие мои зрители, разрешите откланяться. Ведь наша передача подошла к концу. Я желаю вам здоровья, душевного равновесия, активности и радости на долгие годы. Следующая наша передача состоится через две недели. Увидимся. Успехов. Субтитры создавал DimaTorzok